добрый день дорогие дачники садоводы огородники все те кто интересуется загородной жизнью сегодня мы опять поговорим про рассаду про осмокоты очень много вопросов и про мой новый способ посева в общем в этом видео обо всем понемногу про перцы очень много видео на канале каждый год я их сею каждый год что-то вам рассказываю каждый год что-то новое и в этом году обязательно будет новое и я расскажу вам об этом способе в конце сезона понравился он мне или нет потому что сеть я буду вот в такие мешочки давайте поподробнее поговорим почему я в них сею расскажу как правильно добавлять осмокот потому что это одна из подкормок которые я часто использую про которые вы спрашиваете потому что удобрение профессиональное и не всегда может найти грамотную инструкцию и вот расскажу итоги эксперимента как проклюнулись перцы от нетипичного фермера использую я вот такие мешочки а почему не горшки начнем с того что в этом году я уже не просто дачник огородник садовод в этом году я наверное настоящая полноценная агрофирма которая выпускает семена и конечно же очень многое придется протестировать для вас в моем штате обязательно будут помощники обязательно будут люди агрономы которые помогут мне в теплице я планирую поставить большую теплицу все это вырастить сейчас в моем штате нет такого человека поэтому начну посев рассады я сама отработаю схему чтобы в дальнейшем свои знания передать но в моей команде есть агротехнолог который и подсказывает мне как упростить мой труд как сделать упрощенную технологию выращивания именно так он растит свою рассаду вове привет огромное ему спасибо за то что консультирует меня во всех вопросах и собственно поэтому посев происходит в мешочке мешочки эти из лутрасил вы можете сделать такие сами я покупал на алиэкспресс я дам вам ссылочку обязательно кто захочет закажет также подписчики мне писали что такие есть в ленте можно их купить видел я в садовых магазинах черные шьют сами кто во что гораздо чем же хороши собственно эти мешочки дело в том что корневая система прорастает через этот материал вынимать растение не нужно мы сажаем прямо с этим мешочком сразу угадываю ваш вопрос биоразлагаемые ли мешочки нет но когда вы в дальнейшем ну вот пол доносе нас растение перец или томат мы с вами выдергиваем куст и этот мешочек выдернется вместе с кустиком потому что он практически будет оплетать ствол растений корневая пронзит ее полностью в этом мешочке корневая система будет прекрасно развиваться дышать и что самое главное для меня я сокращу количество поливов многие мне писали я тоже выращивал меня пересыхают до мешочки конечно же будет пересыхать быстрее чем горшочек да вы поднимаете корневая проветривается он со всех сторон дышит но поливать я буду в поддон то есть я не буду каждое растение вот так поливать у меня вот эти вот кассетки кассетки я делаю только для того чтобы они у меня держали эти мешочки вот они легко достаются и в поддон буду наливать либо водичку питательный раствор с небольшим концентратом удобрения минеральных либо обычной водой в зависимости от того в какой объем грунта я сажаю потому что понятное дело что такого объема грунта нам надолго не хватит а вот эти перцы у меня получается я их сею очень рано потому что у меня очень мощные лампы и конечно если я их оставлю в этих мешочках они просто-напросто тормознутся в развитии и я их посажу наверное в литровый или в двухлитровые горшочки займут многом места конечно жалко пересаживать уже придется с плодами но это часть моего эксперимента и честно сказать рука не поднялась выбросить проросшие семена ну и давайте покажу как все-таки происходит посев перцев баклажанов именно сейчас я их посеял таким способом у меня очень удобный вот этот совочек совочек куплен валерой мерлен мне кажется я по каждой видео теперь про него говорю очень удобный стал то в рублей 50 их 2 в 2 комплекте удобно из-за того что вот таким образом я набиваю плотненько в грунте у меня всегда сейчас добавлен в вортекс это тоже для дополнительной аэрации такие вот беленькие камушки грунт получается рыхлый и легкий вот так вот он выглядит это стопроцентный вспененный кварц и вот смотрите где-то пол сантиметра когда верха я не заполняю кладу семя я сейчас попробую найти все-таки не переросшие семя а то мне уже тут ватных дисках ну действительно кусты вот нашла смотрите с воздушными корешками хорошая вот такое еще можно сажать смотрите его осторожненько переношу в грунт смотрите чтобы она 7 было в серединке и засыпаем грунтом ну примерно пол сантиметра 3 миллиметра пол сантиметра вот я выбираю такой легкий субстрат вот можно немножечко придавить главное чтобы грунт был у нас влажный сейчас можно из пульверизатора либо предварительно полить эти горшочки все я их сразу ставлю под лампу и так они у меня будут расти что же будет потом с этими прекрасными стаканчиком я вам сказала что я их пересажу в грунт но основную часть рассада я буду сажать значительно позже и я планирую прямо в этих мешочках пересадить сразу в открытый грунт такие мешочки бывают разных размеров есть совсем маленькие вот в которые я посеяла лабели и вот перцы которые собираюсь пересадить а есть мешочки побольше есть прям совсем большие мешочки в которые можно сажать томаты берите вот такой вот кассету ставьте в поддон заливаем воды никаких забот хлопот если у вас особенно много рассады сейчас досветку перца у меня будет 12 часов и как только она подрастет и я буду переваливать пересаживать даже не знаю как правильно сказать потому что корневая система будет у нас лучшим образом выглядит мы ее вообще никак не повредим и в горшочек просто опустим мешочек и засыпем землей все вот и все наши манипуляции не нужно ничего доставать лишние телодвижения делать я думаю это очень удобно тем более потом мы утилизируем от мешочек вместе с кустиком не нанесем вред природе и тем более утра сил есть у каждого на участке старенькие можно сшить такие прекрасные горшочки так напоминаю что свои семена я положила в чашечки петри на ватные диски обычные косметические смочила водой поставил в теплое место и рассказываю вам об итогах результата говорю абсолютно честно скрывать мне абсолютно нечего если какие-то семена не проросли я вам так об этом скажу начнем с того что семена начали проклевываться уже на третий день то есть перцы две недели мы даем спокойно перцу две недели не торопитесь если энергия у семян не такая высокая ничего страшно некоторые на третий день некоторые на седьмой некоторые на 14 это тоже хорошо нам важно чтобы 14 дней перцы проклюнулись для этого нужна температура желательно выше 25 градусов хорошая влажность и темное место и так я замочила и первые у меня были со стопроцентной всхожестью флорентина острый перец 5 из 5 желтая капья 5 из 5 алар 5 из 5 джемини 3 из 3 я сел 3 семени андрюша баклажан 10 из 10 лосанта 5 из 5 и положила проращивать дальше это было на седьмой день вот стопроцентная всхожесть положила еще и злата прага проклюнулась позже всех но 10 из 10 проклюнулась она наверное день на 10 и вот сейчас она уже переросшая вот не допускайте такого состояния когда правильно переносить в грунт когда у семени появился вот буквально клювик несколько миллиметров тогда переносим но у меня вот я даже были близи вам показывать не хочу вот это уже безобразие конечно переросшие что не проклюнулась 2 перца 4 из 5 это тавиньяна и партнер такое бывает но вот как есть и сорт добрыни никитича в пакетике у вас будет много семян но так как это сорт схожесть у него процентов 90 95 не сто процентов и вот у меня из десяти проклюнулась 9 ну практически практически 100 но если голландские добрын никитич это у нас сорт который производит в россии а остальное это голландцы и дорогие семена в пакетике всего лишь по 5 семян все-таки результат не стопроцентный но все равно очень очень высокий потому что один такой кустик голландского перца до дорогого даст вам шикарный урожай и никогда не сравнится с нашими сортами гибридами хотя наша селекция тоже идет вперед и если появляются какие-то интересные экземпляры я буду с удовольствием их тестирует для вас и брать линейку нетипичного фермера друзья и теперь поговорим про осмокот осмокот это минеральное удобрение пролонгированного действия это вот такие гранулы не знаете где купить в нашем магазине типичный фермер . и рф продается фасовки по пол килограмм по килограмм потому что вообще он продается по 25 килограмм также вот этот ежедневник всегда очень много вопросов это ежедневник который сделала я для вас для дачников чтобы вы вели свои записи тут очень много полезных таблиц и я использую для рассады осмокот blue 23 это количество месяцев которое работает удобрение как раз для перцев 2-3 месяца отлично и срок действия удобрения закончится когда мы будем высаживать с вами в грунт тогда я добавлю удобрение еще раз и ну как бы таким образом я контролирую количество удобрений спрашивают можно ли использовать 6-9 месяцев к примеру и добавлять сразу сразу рассаду конечно можно но знаете в этот момент может в какой-то не хватить питания точно проконтролировать вы не сможете удобрение я предпочитаю вносить при посадке и при высадке уже непосредственно в грунт сколько нужно вносить вообще норма внесения удобрений 5 грамм на литр грунта это немного я вас прошу никогда не сыпьте удобрение на глазок потому что переизбыток удобрений часто приводит тому что растение плохо развивается нам кажется что побольше бахнул побыстрее вырастет нет давайте купим все кухонные весы у кого их нет и положим 5 грамм на литр грунта если вы заправляете грунт органикой если вы добавляете биогумус если вы любите какие-то добавки костная мука сапропелли много сейчас чего есть на рынке чего люди добавляют в грунт тогда будьте осторожнее добавьте 3 грамма на литр грунта этого будет достаточно в моем грунте есть биогумус и все больше ничего нет но его 20 процентов это достаточно для того чтобы я добавил удобрение не 5 грамм а 3 грамма на литр грунта я надеюсь мое видео было вам интересно полезным хочется всегда рассказывать вам что-то новенькое что-то свежее они из года в год толдычить одно и то же тем не менее я против того как издеваются над рассадой сажают ее в какие-то там я даже не знаю порнографические пеленки там все вот это вот тянется я вот не люблю я люблю чтобы был максимально высокий уровень агротехники чтобы рассада развивалась хорошо вот в этом методе я как раз таки вижу что рассада прекрасно себя чувствует и показывает высокий результат в следующем видео я вам покажу как она уже выглядит в возрасте я думаю месяц именно тогда я буду переносить в горшочки и расскажу подробнее как я буду это делать а мы увидимся с вами в следующих видео с вами был ваш нетипичный фермер и по традиции уже я даю вам промокод в свой магазин на скидку где вы сможете купить самые лучшие семена лучших производителей грунты добавки конечно удобрения циона и все прочее заходите на сайт делайте покупки с вами был нетипичный фермер пока